Представители иркутского питомника К-9 спасали замерзших и голодных животных дважды. Средства на поездку получили от неравнодушных жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Воронежа, Красноярска и других городов. Первая экспедиция прошла 10 января. Итог, в областной центр привезено 15 взрослых собак, 2 щенка и 6 кошек. Однако у специалистов ветеринарной службы к иркутянам было немало вопросов. После отлова стали звонить люди, люди разъяренные, что они потеряли своих собак. Они решили, что это мы отлавливали и их усыпляли. С нами не согласовывали ничего. Оговорюсь сразу, штраф за это нарушение 700 тысяч. В Кеоль приезжали и столичные зоозащитники. Главной целью экспедиции было найти животным новых хозяев. Предполагалось, что ими станут москвичи. Животных собирались увезти в столицу. Однако условия, в которых жили кеольские собаки и кошки последние месяцы, сделать этого не позволили. Приезжали зоозащитники с Москвы БИМ. Отловили 23 собаки, хотели их увезти, транспортировать в Москву. Но по состоянию побед, при показаниях, что нельзя было их транспортировать, мы решили оставить их у себя. Три дня подряд москвичи организовывали суточные командировки в Кеоль, а потом возвращались с животными в Устилимск. Для новых постояльцев в приюте в срочном порядке возвели новые вольеры. Для этого столичные волонтеры выделили деньги – около 30 тысяч рублей. Еще 20 тысяч Устилимский приют получил на содержание кеольских животных. Антонина Махнева, Светлана Шеребкова. Новости. Сейчас. Субтитры подогнал «Симон»